приветствую вас летчики самолетчики с вами течение видео мы будем смотреть как же сейчас играется f5 и на боевом рейтинге 11 0 это у нас премиумный истребитель ветки развития сша который раньше был на боевом рейтинге 10 3 но после декомпрессии вот правильно на 11 0 и все бы ничего но у нас есть прокачиваемый в 5 ел который лучше двигатели лучше ракеты и поэтому какого хрена и в 5 и делает на боевом рейтинге 11 0 на это вообще никому не ясно у него из вооружением ракетного есть только ракеты им 9 и заднеракурсные с перегрузкой в 10g что на моем рейтинге 11 0 это просто смешно поскольку здесь у некоторых уже есть все ракурсные ракеты с хорошей дальностью ну так вот вообще в этом видео я хочу извиниться перед всеми кто купил этот самолет по моему совету сравнительно недавно кто купил потому что если вы а вы скорее всего не успели прокачать на нем ветку сейчас это будет делать намного намного сложнее ну да ладно ребятам давайте не будем унывать и посмотрим как он чувствует себя в воздушных и совместных боях и так ребятки как же применять этот самолет в воздушных реалистичных боях прежде всего я советую не брать много топлива я лично беру не более 20 минут ну чуть больше как видите взял двадцать одну минутку потому что чем меньше нас топлива тем лучше летаем все на что мы здесь можем полагаться на этом самолете это наши более-менее нормальные от их а в плане маневрности причем попадаем и к сожалению как я уже сказал к f5e в соляночке или к f5e fc у это нас боковой японский такой же вот скоши тайгер f5e ну вот но не такой желатом двигатели лучшие ракеты на вообще все ракурс на еще сумма сойти короче ребятки самое главное на что здесь стоит надеяться это какой-то маневренный бой может какие-то внезапные или проходные атаки сейчас например видите летит чел который базу бомбит он ни на что не смотрит только на базу может попробовать его сбить нет мини храни получилось вот летит еще 2 такой же вот она бобров можно попробовать охотиться вот после атаки курсовым кстати я попал великолепно ничуть отлетела возможно даже упадет до определен упадет поврежденные роли высоты вот как видите 1 мне уже удалось забить далее обязательно смотрим за 6 потому что вот у этих вот засранцев ваще есть у всех очень хорошие ракеты уже самая большая проблема знаете вот на этом самолете че на этом боевом рейтинге это то что вот сейчас я попал вроде как хорошо но это его топ то есть здесь вот конечно бы уретик 11 3 но в основном даже если пойду прямо на 11 0 и что честно говоря достаточно редко для этого самолета лучшем случае мы будем видеть какие-нибудь f8 у 2 или на 10 0 я даже не знаю что там еще есть нибудь миражи может крутыми ракетами да у них есть нет конечно лтц но с другой стороны и у нас не вся надежда на ракеты так что ничего страшного попробую отработать по американским а10 это цели у нас медленные которые можно более-менее просто сбить так отработал по одному вроде горит мне кажется он даже упадет самое главное это ребят крутимся крутимся вертимся постоянно вижу летит сушка попробую попасть по сушке сушка пипец какая крепкая засранка ладно сбил я сушку отлично горит всегда кидаем лтц у на 10 и все никак не упадет хотя ему вроде двигатель выпил выбил летит на одном крыле засранец так джейс 7 летит он без энергии еще немножко лобовую кручусь как могу короче ребят как видите моя ракета никогда не долетела джейс 7 он откинул тц ну и понятно и моя ракета на них ушла буду пытаться крутиться крутиться просто из последних сил потому что это все что мне здесь остается самое главное конечно не потерять абсолютно всю скорость но тем не менее два фрага я уже сделал можно и в ангар уходить вот три фрага я сделал но я думаю сейчас меня уже убьют либо не этот либо вон а десятый ах нет смотри мне повезло еще джейс 7 давай 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 ухты какой классный самолет маневренном бою эти чё он делает и попадание я понял на я-то уж думаю сейчас сейчас вот 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 она закручу заверчу так попробую от этого всего убежать вроде там их немножко повредили скорость у меня должна быть это десятого ну давай это десятого то я должен убежать ё-моё твою зато за ногу да блин не посмотрел на хвост и в итоге мне влетела ракеты пл5б ну понятное дело хорошая ракета да и сами обсуждать иметь три фрага я сделал но это честно говоря топовые бои как видите здесь на что нам стоит рассчитывать это маневренный бой ну а следующем бою я попал самые хреновые условия для этого самолета которые наверное только могут быть ну лично для меня хреновая погода то есть я не буду видеть контакты вообще никак радару меня как такового вообще нет так что я даже никого здесь через радар не найду попал я на боевой рейтинг 12 0 то есть здесь будут всякие эсные фантомы причем у врага то же самое поскольку солянки все мы понимаем так ко всему и к этому еще огромная симуляторная карта симуляторный афганистан то есть высота наша больше получается над уровнем моря соответственно самолет будет здесь уже не такой маневренный то есть моя главная фишка здесь будет отсутствовать ну я не знаю хуже просто быть не может посмотрим что у меня получится именно в этом боюсь делать вот честно говоря есть чтобы ни на что не рассчитывают вообще на этом самолете сейчас особо ни на что рассчитывать не стоит как-то знаете деваешь пару фагов это хорошо ладно летит он там f4 и джей я не знаю может быть он там на баску летит может просто решил упороться куда-то в лицо хотя нет смотрите он тут начинает какие-то маневренные бои крутить видимо хочет атаковать нашего торнадо да он там нашего бомбардировщика но это хорошо немножко потерял энергию это значит попробуем до него достать до него или может быть он мигаря 21 я не знаю самое главное с кем-нибудь закрутиться завертеться потому что маневренном бою мы можем сделать даже какой-нибудь миг 21 бис вполне себе спокойно так ладно идем в лобовую но мужика блин не попал ни хрена очень жаль будем разворачиваться потому что этот засранец уже развернулся на 360 градусов у него энергии совсем нет попробую отработать ним ракетами 9 и пока он не видит пуск ракеты ракета идет на к сожалению за страница откинула то цешки я сам кидаю то c чтобы меня он на бесяра не сбил какой-то ну и я думаю это уже все этот фантом от меня никуда не денется он медленный нихрена и только если я буду очень криво стрелять я его не собью мне все фаталочку дал отлично я его сбил и мигаря 21 тоже сбили это походу у меня союзник будет его стились понятно конечно же за стилю прилетели остальные хорошо его еще и в 5 хорошо что их заметил вовремя и хорошо что по мне никуюсь ракурсную ракету не дали в 5 пытается со мной в маневре будет купить но давайте попробуем у меня энергии то поменьше чем у него а кстати смотри-ка 23 мне подставляется жалко 23 сбили а я только на него хорошо так зашел чуть-чуть избил его кстати скорость не вообще почти никогда не осталось кручусь тут буквально на месте для вражеских самолетов чуток ракету случайно вот и c отдал жалко ничего повезло что мне никакой пару не влетел от мигаря 23 хотя вполне себе мог бы быть так ладно я пока живой на хвосте никого нету попробую достать этого и в 5 американского такого же как я но его конечно сбивать нормальные ракеты хрен пойми откуда что у меня что летит меня как будто специально не атакуют хотя могли бы огромное количество тут самолетов летает возможно из того что я писта станки тлтц кидаю вот врагам сложно по мне ракету происходило смотрим он отправил джей седьмой по мне ракету но не попал ну смотрите канарда ну все меня тут сейчас закрутят огромное количество вражеских самолетов так отлично по кфиру я зарядил таки потерял энергию хорошим сари даже еще один факт сделал не имеет значения господи для меня кфир теперь рак не имеет значение по что-то 11 3 особо т.с. седьмой еще чуть повыше черт у меня закончились вот отца я все отпукал это совсем грустно перебздел что я вот пережил то цешками всегда что очень сильно переживаю что враги могут отправить по мне ракету пока и я не вижу поэтому просто периодически отбрасываю их и честно говоря мне эта жизнь очень часто спасает ну как видите пара фрагов я заработал вот сейчас я буду наверное выходить из боя потому что вряд ли я сейчас уже за двадцать третьими тут угонюсь да и отца меня нет я переживаю ну в общем вот такие парочку боев у меня получились в воздушно-хористичных боях ну а дальше давайте посмотрим что там совместных ну а совместных боях на этом самолете меня сбивали сбивали еще раз сбивали на этом самолете совместных боях делать не хрен у нас здесь нет баллистического вычислителя для бомб и нету никакого нормального управляемого вооружения да у нас конечно есть ракета bullpup ну там ручное наведение а когда у врагов уже серьезные зенитки попробую этим кого-то убить можно по штурмить только если нету зениток да я бы мог конечно сейчас нарезать вам красивейший момент и рассказать какой нахрененный штурмовик и как вообще это делать но нет ребята для штурмовки это самолет не очень подходит ну может быть вам конечно повезет если у врагов не будет беглея и панзеров не будет зерка не будет вообще никаких зениток тогда да вы по штурмите но самое лучшее применение этого самолета в совместных боях это наверное летать чисто с двумя ракетами н9 е и сбивать вертолеты и вражеские штурмовики и на этом у меня все всем удачки летчики самолетчики не забудь поставить лайк и подписаться заходите в мой дискорд и подписывайтесь на twitch всем пока